Спустя месяц после начала операции ВСУ в Курской области, Владимир Путин наконец-то решил сформулировать, как он ко всему этому относится и какие действия он решил предпринимать. Если коротко, во время конференции в ходе ВЭФ Путин сначала рассказал, как важно защищать граждан России, а затем выдал свои настоящие цели. Цель в том, чтобы захватить Донбасс. Давайте послушаем, что сказал Владимир Путин касательно Курской области. Когда мы говорим об этих вопросах, прежде всего мы должны думать о людях, которые, безусловно, проходят через серьезные испытания и страдают от этих террористических актов. И священный долг вооруженных сил сделать все для того, чтобы выбросить противника с этих территорий и надежно защитить наших граждан. Ну и вся страна, конечно, должна делать все для того, чтобы людей поддержать. Что касается военной стороны дела, то я уже об этом говорил. Цель противника заключалась в том, чтобы заставить нас нервничать, суетиться, перебросать войска с одного участка на другой и остановить наше наступление на ключевых направлениях, прежде всего в Донбассе. Освобождение, которое является нашей первоочередной целью. Получилось или нет? Нет. У противника ничего не получилось. Ну, во-первых, наши вооруженные силы стабилизировали ситуацию и начали постепенно выдавливать его с приграничных территорий. И второе, и самое главное, никаких действий по сдерживанию нашего наступления не происходит. Наоборот, перебросив вот эти приграничные районы с нами, свои достаточно большие и неплохо подготовленные подразделения, противник ослабил себя на ключевых направлениях, а наши войска ускорили наступательные операции. Давно не было таких приобретений территориальных. Вот позавчера только, например, группировка «Восток» прямо в один удар, треугольник захватила 7 на 5 километров. Очень успешно действует и группировка «Центр» на Донецком-Покровском направлении. Там тоже исчисляются уже приобретения не сотнями метров, а квадратными километрами. 4 на 5, 3 на 5 и так далее. Это вот второе и, наконец, не менее важное. Противник несет очень большие потери. Очень большие потери. И в живой силе, и в технике. Сейчас не буду их перечислять. Министерство обороны дает эти данные. Я считаю их объективными, потому что они подтверждаются сразу из нескольких источников. И это чревато, с одной стороны, разрушением фронта на наиболее важных направлениях, а потери могут привести просто к утрате боеспособности всех вооруженных сил. Чего мы и добиваемся. Так что это вот общая оценка. Ну а то, что происходит каждый день, естественно, мне Генштаб, Минобороны в ежедневном режиме несколько раз в сутки докладываю. Если перевести это на русский язык, Владимир Путин твердо и четко сказал наиболее область не нужна. Государство не обеднеет. Забирайте. Забирайте. Это довольно интересно, потому что, ну, в головах кремлевских стратегов это кажется разумной позицией. Почему разумной? Они пытаются сделать вид, что ничего не происходит. Они так часто пытаются сделать вид. В этом им, конечно, подыгрывают полезные идиоты. Некоторые из российских, якобы, оппозиционных кругов. Некоторые из Запада. И расскажут, что да, смотрите, вот мы думали, что Курская область, там украинцы придут, и сразу Путин падет, а он не пал. Значит, ничего у украинцев не получается. Это, конечно, позиция идиота. И, к сожалению, таких идиотов немало. Тем не менее, в чем проблема Владимира Путина с Курской областью? И почему позиция эта довольно шаткая? Дело в том, что реальные-то люди из Курской области все равно есть. Эти люди высказываются, и они считают себя брошенными и преданными. Сами посудите, за месяц ВСУ захватили огромное количество российских территорий. Впервые со времен Второй мировой войны захвачена российская территория. И освобождать ее, просто так уходить оттуда, Курский, так сказать, спецназ силы ВСУ в Курской области не планирует. Они уже заняли 100 населенных пунктов. Они ввели там военную комендатуру. Они начинают там окапываться. Более того, наступление ВСУ в Курской области еще совершенно не закончено. По крайней мере, об этом говорят военные аналитики, которые следят за линией фронта. Так, на прошедшей неделе ВСУ наконец-то заняли Малую Локню. Атаки на Куренево продолжаются, а Рыск Эльгов призывают к эвакуации граждан. При этом Росатом говорит, что в Курчатове атомная электростанция может быть остановлена. Вот настолько успешно ВСУ выдавлено из Курской области. Ну, как говорит Владимир Путин, уже ситуация стабилизирована. Стабилизирована и, значит, выдавливаются оттуда украинские войска. Что же на самом деле? На самом деле ВСУ захватили за месяц под Курском втрое больше территории, чем армия РФ в Украине. Серьезных попыток выбить их Россия не предпринимает. Точнее, предпринимает, но успехов не добивается. За последнюю неделю военные в Курской области украинские не то что не выдавлены, наоборот. Они расширяют зону контроля и расширили ее на 84 квадратных километра, если верить Дипстейту. А Дипстейт, как правило, скорее всего еще использует консервативные оценки. То есть за неделю больше стало территорий контролируемых Украиной в Курской области. 84 километра, конечно, не выглядят такой значительной цифрой по сравнению с тем, что 1300 квадратных километров территории заняли ВСУ за минувший месяц в Курской области. Однако, если сравнивать 84 квадратных километра с территориями, которые захватывает Россия на Покровском направлении, то это гораздо больше, чем Россия захватила, например, в последние несколько дней. Потому что Россия на Покровском направлении остановилась. Ну как остановилась? Она пытается, она продолжает штурмы, она идет на различные населенные пункты. Но там украинские солдаты их останавливают. Поэтому рассказы Владимира Путина про то, как хитро он переиграл Украину, значит, заключается в том, что хитрое переигрывание выглядит следующим образом. Курскую область не стали, ну, никаким образом пытаться освобождать. Ну, то есть российские военные не пытаются освободить Суджу, освободить Малую Локню, освободить еще 98 населенных пунктов, которые контролируют Сырский и Зеленский. Они просто забили на это. С одной стороны, вы скажете, у России очень много территорий. С другой стороны, для российских граждан это порождает несколько проблем. Проблем с точки зрения того, как воспринимаются нынешние активные военные действия. Потому что изначально, когда война только начиналась, точнее ее полномасштабная фаза в 2022 году, заявлялось, что это будет быстрая специальная военная операция. Войти и выйти. Приключение на 20 минут. За три дня, если верить пропагандистам, за 11 дней, если верить настоящему плану Путина, должен был быть взят Киев. Более того, с этим были согласны и западные разведки, которые рассказывали, что Киев падет за 96 часов. Однако годы шли, а Киев все так и не падал. Россия барахтается в Донецкой области уже больше двух лет, потеряв более 150 тысяч человек только убитыми и сотни тысяч ранеными. Вся эта мясорубка продолжается, и уже вопросов к тому, что происходит, достаточно. Тех, кто эти вопросы задает, либо отправляют в тюрьму, как Игоря Стрелкова, либо убивают, как Евгения Пригожина. В России введена полная и тотальная цензура. Нельзя говорить, что ты считаешь. Нельзя называть войну войной. Долгое время было. Сейчас вроде войной называть можно, но говорить нет войне нельзя. И не соглашаться с российским руководством нельзя. Говорить правду о российских военных нельзя. Мне за это, например, дали 11 лет лишения свободы. Но, как вы видите, я не в тюрьме. Потому что, как говорит Павел Дуров, не стоит тратить на это время. В любом случае, мы видим, что ситуация меняется. И месяц назад она изменилась еще сильнее. Каким образом? Дело в том, что когда война идет на территории чужого государства, максимум проигрыш, который вам светит, это то, что вы не достигнете тех целей, которые заявляете. Если война перекинулась на территорию вашего государства, то ставки выросли, то вы уже можете потерять свою территорию. И сколько бы Владимир Путин не говорил, что украинские войска выдавливаются из Курской области, это просто неправда. Они там окапываются. Более того, помимо 1300 квадратных километров, которые Украина контролирует уже сейчас, и 100 населенных пунктов, которые Украина контролирует уже сейчас, Глушковский район отрезан от остальной российской территории. А он составляет еще 700 квадратных километров территории. И там сейчас находятся российские военные, которые могут попасть в окружение. Точнее, они уже в окружении. Просто оно слишком большое для того, чтобы называть это настоящим котлом. Вы скажете, Майкл, ну вот много территорий. Да Украины тоже территорий немало. Вопрос в том, кто сколько захватил. За время, пока ВСУ удалось захватить 1300 квадратных километров, Россия Донецкой области захватила 250 квадратных километров. То есть вот эти вот все рассказы российской стороны, Владимира Путина, что мы там на Донбассе идем вперед, невероятными темпами, треугольник 7 на 5. Это меня вообще Владимир Путин смутил, потому что сначала я даже пропустил слово треугольник, потому что кто меряет треугольниками? Я думал, он про занятую площадь умножил одну на другую, сравнил, сказал 1300 километров, вот, пожалуйста, захваченной территории российской. Это для Владимира Путина ерунда. Это мы не будем пытаться ничего с этим делать. А 35 квадратных километров захваченных у Украины, это большая победа. Но оказалось, что он про треугольники говорит. Кто считает треугольниками? Чем дальше? Может быть, аршинами посчитаем? Может быть, посчитаем, я не знаю, какими-нибудь еще интересными фигурами? Потому что все, что пытается сделать российское руководство, это представить происходящее последний месяц как свой невероятный триумф. Это работает только на тех, у кого мозги уже выйдены пропагандой. Потому что триумф России заключается в том, что она захватила несколько населенных пунктов в Донецкой области. Не дошла до Покровска, не захватила Покровск, не захватила никаких стратегических важных городов, ни Торецк, ни Часов Яр, ничего. Наоборот, последние сутки Россия даже теряет там позиции, например, в Нью-Йорке, куда пришли азовцы и выбили часть российских войск из Нью-Йорка. Это город под Торецком. Также в Харьковской области Украина выдавливает российские войска. Все это происходит прямо здесь и сейчас. А после того, как на Покровском направлении появились новые украинские части, ну, как они не новые, но, значит, с пополнениями, судя по всему, Россия перестала продвигаться и на Покровском направлении. При этом в Курской области ниоткуда украинцев не выбили. Более того, даже Министерство обороны Российской Федерации, самое вручье Министерство обороны на земле, не сообщает о том, что они кого-то выбивают. Они сообщают только об отражении атак противника в регионе. Асинты-следователи не видят масштабной перегрузки дополнительных сил в Курскую область, необходимых для того, чтобы по-настоящему выдавливать украинские войска. Это подтвердил, собственно, и Путин в своей речи, который говорит, что мы ничего перекидывать не будем. Они перекидывают, но не в таком объеме, который необходим для того, чтобы действительно достичь каких-то успехов. Поэтому вот эти 1300 квадратных километров, которые, кстати, ну, с чем можно сравнить? Вот один Z-канал сравнивает, например, с Москвой. То есть по территории Украина захватила Москву. Но я думаю, что это только пока по территории. Может быть, мы это еще и увидим. Поймите правильно. Дело в том, что если Россия не выводит свои войска с территории Украины, если Россия не останавливает войну, несмотря на гигантские потери, если Россия не останавливает войну, несмотря на проблемы с экономикой и так далее, то у войны есть только один исход. Этот исход, это война на уничтожение. Это значит, что украинские войска будут продвигаться и дальше. И я думаю, что Курская область в случае, если Владимир Путин в ближайшее время не пойдет на настоящий переговор, не начнет выводить российские войска с территории Украины, что Курская область будет не последней, где мы увидим украинских солдат. Потому что многие, мне кажется, забыли. Но в войнах, особенно в войнах против агрессоров, ты идешь дальше на территорию агрессора. Мне понравился пост, который написал Аксения Собчак. Значит, я не буду цитировать его полностью, по памяти просто примерную суть. Она заключается вот в чем. Что после того, как Украина зашла на территорию России, теперь, говорит Собчак, мы все в одной лодке с Путиным. Независимо от того, нравится это или нет, потому что они на нашей земле, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Интересно, если бы Ксения Собчак жила в фашистской Германии, я бы вообще не удивился, и если бы она не была официально в СС, то скорее всего она бы была где-то около Геббельса, ну вот как сейчас она тусуется около Громова, но, допустим, публично она бы была якобы оппозиционеркой. Допустим, бы другие издания говорили, что она бы оппозиционеркой вообще борец за свободу слова. Так вот, после того, как войска, как союзнические войска зашли бы на территорию Германии, Ксения Анатольевна бы китнула плотную зигу и сказала бы, что я теперь за Гитлера. Так что ли получается? Меня вообще поражает, насколько у людей нет мозгов и совести, но я думаю, что поражаться этому, особенно в ролике, где мы с вами обсуждаем Владимира Путина, это несколько натянуто. В любом случае, очень простая история. Чем дольше будет продолжаться эта война, тем больше Украина будет наносить поражений по российской территории. Скоро пойдут дальнобойные удары, не удивляйтесь. Ну, то есть, мне кажется, люди, которые думают, что это какой-то прикол, сильно удивятся. Когда через полгода по российским городам, где дислоцируются самолеты, по Воронежу, по Брянску будут прилетать американские ракеты, запущенные с украинской территории, вы что, опять будете удивляться? Война будет продолжаться до тех пор, пока Россия не выведет войска с территории Украины, или пока не будет достигнуто соглашение, которое будет учитывать интересы Киева и Запада. И это довольно просто. Тем не менее, Владимир Путин очень надеется, что вот сейчас, когда ВСУ показали, что они тоже владеют инициативой, что никаких красных линий у Владимира Путина нет. Заметьте, Владимир Путин ни разу не упомянул ядерное оружие после начала операции в Курской области. Совпадение? Не думаю. Даже Дмитрий Медведев, вечный пропоится, делающий вид, что он настоящий фашист, а на самом деле отыгрывающий роль фашиста, потому что он просто алкоголик, которого никто не любит и не уважает. Даже он не упоминает уже ядерные удары. Почему? Потому что если ты обещал наносить ядерные удары после того, как зайдут на территорию твоей страны, то либо ты наносишь ядерные удары, либо ты балабол, и больше тебя никто не воспринимает иначе. Судя по всему, Владимир Путин не хочет углублять свою репутацию балабола, потому что могут быть пересечены и другие красные пунктирные линии, которые он неоднократно высказал. Поэтому его сейчас задача минимизировать проблему, сказать, что ничего не происходит. Он так делал с Курском, но не с тем, к которому сейчас могут подойти в какой-то момент украинские войска, а с подводной лодкой. Он так делал с Бесланом, он так делал с Крокурсом. Он такой просто не замечал этого. Ну, скажет пару слов, скажет, да, чудовищная трагедия, но по факту просто сделает вид, что ничего не произошло, не приедет на место. Почему мы не видим Владимира Путина, например, в Курске? Это было бы логично. Это был бы поступок действительно, что называется, национального лидера, даже фашистского. Но нет, Владимир Путин не в Курске. Он на Дальнем Востоке, максимально далеко от Курской области. Видимо, спрятаться там пытается. Но не бойся, Владимир Путин, пока у Украины таких дальнобойных ракет нет. В общем, он опять прячется за спинами мирных жителей, и опять пытается сделать вид, что ничего не происходит. И почему эта стратегия, честно говоря, обречена? И почему на самом деле это все равно будет расползаться? Потому что... А местные жители-то никуда не делись. Вот, например, что они пишут под вырезкой, касающейся атаки Киева, неуспешной, вот как говорит Путин, да? Успешно мы переиграли Киев. Они-то думали, мы будем защищать Курскую область, а мы его не стали, а? Как тебе, Владимир Зеленский? Так вот, вот что они пишут под постом в паблике Суджа родная, где Владимир Путин это все рассказывает. Просто рандомные комментарии подряд. Жаль, что мы не ключевое направление, пишет Лёля. Надежда Погорелова пишет, Донбасс главная задача, а где мы зимовать будем? Никого не интересует? Человек под ником Русский пишет, вы до сих пор не поняли, что мы расходный материал. Юка, думаю, пора проситься в гостиницу в Геленджике. Рутенберг говорил, что его вроде. Что там, апарт-отель, комнат много, многим разместиться хватит. Алекс, похоже, даже не второстепенно, отвечает он на комментарии про то, что Курск не основное направление. Алексей Аврус почти за 30 лет не спорвает вокруг себя кабинеты с патриотов и специалистов, постоянно держать вокруг себя жуликов, воров и откровенных предателей, постоянно ратируя их в министерских креслах. Это не ошибки, это и дальше троеточие. А теперь над нами смеется весь мир и говорит о том, что мы слабы как никогда, к сожалению, так и есть. Лёлька, не слышать, не видеть его не хочу, зачем выкладывать с ним видео, зачем травить душу простому народу, которые остались без всего, будущего нет. Вы скажете, Майкл, ну наверное это какой-нибудь СПСО, наверное это вот украинские боты или что-нибудь такое. Проблема в том, что я не выбирал комментарии, они подряд просто идут. Я сделал скриншот первой страницы комментариев и посмотрите на количество лайков под ними. Это просто люди, которые действительно жили в СУДЖИ или у которых родственники сейчас в СУДЖИ. И их вполне себе можно понять. Потому что сейчас, пока Владимир Путин рассказывает, что курское направление не основное для российской армии, в курские школы начали обкладывать мешками с песком и бетонными блоками, а также заклеивать окна малярным скотчем. Теперь курские школы познают, что знают белгородские школы, брянские школы скоро узнают и так далее. Есть ли в этом что-то хорошее? Нет. В войне ничего нет хорошего. Но пока Владимир Путин реализует свои амбиции, в другой стране пытаясь уничтожить граждан другой страны, в России тем временем люди бетонные плиты рядом со школами кладут. Стоит ли она того или нет? И здесь мы переходим к вопросу, а что будет-то? Ну, то есть, условно говоря, вопрос скептиков. А что будет? На что это влияет? Потому что эти скептики, которые, как правило, ничего тяжелее карандаша в своей жизни не держали, скажем мягко, и которые все время только и делают, что задаются вопросами, но почему-то не пытаются добиться не то, что ответа, а не то, что реального действия, не то, чтобы кому-то реально помочь, а просто язвят в каком-нибудь твиттере, для них они пытаются формировать картину, что если вот режим Путина не рухнул, то значит все у Путина хорошо, у него все замечательно. И не важно, что налоги повышаются, и не важно, что дефицит рабочей силы, и не важно, что проблемы с тем, что они идут в армию и так далее, и тому подобное. На самом деле все эти проблемы, они суммируются и в итоге выводятся в большие проблемы для Кремля, которые ему надо решать. Их надо либо заваливать деньгами, либо принимать какие-то действия и принимать какие-то решения с точки зрения военной. С точки зрения военной, отходить откуда-нибудь, как, например, это было в Херсоне. Чем больше давления общества, чем больше недовольных людей, тем больше это давит на саму власть, потому что от нее ожидается какая-то реакция. Вот, например, типа Владимир Путин и Герасимов обсуждали, что будут выдавлены за несколько дней, недель, потому что впервые Владимир Путин и Герасимов обсуждали стабилизацию в Курской области. Числа это к 9-го, на моей памяти, августа, но вот и ныне там. И чем больше будет понятно, что это абсолютное фуфло, тем больше 130 тысяч человек, эвакуированных из Курской области, будут понимать, что их в очередной раз обманули. Они будут этому недовольны, они будут это распространять. А для остальных людей, которым по большому счету плевать на войну, мы с вами не раз говорили, что есть категория граждан, которые выступают за войну, есть категория граждан, которые выступают против войны, но основная категория граждан, им плевать на войну, им главное, чтобы в их жизни это не вмешивалось. Поэтому сильнее всего по Путину ударила мобилизация, когда он сказал, знаете что, а нравится вам, не нравится, мы вас на фронт забираем, там вы сдохнете. А Курская область тоже нарушает эту парадигму, потому что эти люди, которые понимают, что они вот сидят, своим делами занимаются, им плевать на войну, они понимают, что завтра на их улице может появиться танк ВСУ, или в их дом может прилететь какая-нибудь дальнобойная ракета, которая будет сбита российским ПВО, и в итоге приземлиться не в военный объект, а в какой-нибудь дом. И вот здесь издержки уже повышаются, и вот здесь людям вот этот контракт обрывают. Они и так отдали все за безопасность, свои права, свои свободы, и все на свете. Значит ли это, что они возьмут виллы и пойдут свергать Путина? Да, конечно, не значит. Но это значит, что во всех сферах будет большое проседание. Советский Союз развалился не когда люди с виллами пошли протестовать против Горбачева, а когда просто кончились ресурсы и возможность поддерживать существующую систему. И в путинском режиме это все может выглядеть гораздо драматичнее и быстрее. Потому что по большому счету остатки путинской власти держатся на людях. На людях, которые работают на заводах, идут на фронт и так далее. Но людей этих уже не хватает. А если их станет еще меньше, их восприятие издержек будет расти, то они гораздо менее охотно будут помогать действующей власти сохранять себя. Именно поэтому наступление в Курской области, если мы рассматриваем, с точки зрения российской внутренней политики, безусловно добилось своих целей. И дальше оно продолжает добиваться своих целей уже в военном отношении, в дипломатическом отношении, в вопросах будущих переговоров. Ну а пока мы с вами рассуждаем про будущие переговоры, в Курской гимназии номер 25 говорится, что в работах по укреплению обороны учебного заведения принимают участие в том числе дети и сотрудники школ. Если простым комментариям вы не верите и логическим аргументам тоже, то вот просто человек, который из Курской области полностью называет себя и рассказывает, как он относится к происходящему. Дорогие друзья, добрый день. Курская область, Рыльский район. 03 сентября 2024 года. Уже вот через два дня будет месяц, как идет война в Курской области. Противник захватил рубежи Курской области, границу России. Но на сегодняшний момент, помните, Герасим объявил, что президенту Путину Владимиру Владимировичу начальник штаба вооруженных сил, что группа ДРГ в количестве 300 человек прошла границу. Мы через два дня ее выдаем, все будет нормально. Но прошел месяц, результата никакого нет. Совершенно. Враг укрепляется, враг идет дальше. Уже в Александровке враг, идут бои в Александровке, это 30 километров границы. Идет, пытается прорваться, перекрыть Курской рельс-трассу и на атомную станцию. Беда и проблема. Когда это началось, все предупреждали, все структуры предупреждали, мы предупреждали структуры, все, что, уважаемые, идет накопление сил. Все это знали. Герасим вооруженные силы, он возглавляет штаб, но результата никакого не было. В итоге враг коварно напал на нашу страну и продолжает нападать на нас. Люди, которые сбежали, Корневский, Суджанский район, Беловский район, Лужковский, Кеткина, они сбежали. Некоторые, значит, извиняюсь, нижнем белье произошло предательство, никто не предупредил. Структуры, власть, чиновники, администрация не предупредили, сами сбежали. Вот Корневский район там какая-то, сейчас выдали им, значит, всем главным, ведут прием курские жители, которые, значит, эвакуировались. Они тут не работали, как они могут вести там прием? Идут обстрелы, вот мы приехали, возможность, была до 10 километров от Корнева, слушайте, идут обстрелы, идут бои. Наши воины погибают, гибнут. Но на местах проблема как была, так и есть. Мы предлагали возглавить, помните, тероборону. Ну, никто не прислушался и было всем похуй. Только было создано бумаги, бумажные. Приезжают журналисты, которые карманные, московские, которые работают на англосаксон, американцев, показывают эти сюжеты, наигранные, с какими-то людьми непонятными. В итоге обман и ложь. По бумагам, по телевидению, по прессе война уже закончилась. Но война идет, месяц войны, месяц. Люди остались без крови, без жилья. Да, какую-то помощь гуманитарную изначально там Курске по районам выдавали. Сейчас прекратили выдавать. Месяца, раз в месяц. А как прожить банка тушенки, консервы, килограмм какой-то крупы или что-то масло банка пол-литровая. Ну и как прожить? Литровая баночка маслицы. Как прожить людям на эту, ну, зарплату какую-то они не получают, да? Говорят, мы будем две трети платить вам, да? Плюс какая-то помощь 10 тысяч, 15 тысяч тоже не получают. Отказывают большинству. Это кощунцев. Как можно прожить на 10 тысяч людям, которые остались без крова, без всего? Забрать во всех этих Герасимов, Иванов, Петрова, Сидоров, Шойгу. Все забрать имущество, отдать людям, которые пострадали. Пострадали. Слышите, идут обстрелы. Идет война. Настоящая полноценная война. Нас предали. Россию предали. Предали генералы вышестоящие, которые бизнес за границей. Все там, дети там, все там. Они нас предали. Предали Россию. Расстрел не ниже. Сюда на передовую. Имущество забрать. Всех родственников на войну. Государственную думу на войну. Всех на войну. И война, я думаю, через месяц закончится. А так страдают жители. Все. И он такой не один. Это мейнстримная позиция. Люди чувствуют себя брошенными. Люди чувствуют себя преданными. И это расширяется. Знаете, почему они себя так чувствуют? Потому что Путин их бросил и предал. Поэтому тот, кто считает, что ход Владимира Путина просто забить на Курск в область гениален, судя по всему, не до конца понимает масштаб последствий, который за этим пойдет. Не конкретно сейчас, но в кумулятивном эффекте. Я помню, как мне все говорили, что никто никогда... Вот Пригожин, Майкл Депстен говорит, что у Пригожина конфликт с Минобороном, но он никогда не пойдет против Путина, никогда не пойдет против Минобороны. И как все заткнули свои рты, когда это начало происходить. Да, Пригожин оказался туповат. Но чем больше точек напряжения, тем меньше у Владимира Путина ситуация под контролем. Чем меньше у него контроля, тем больше он совершает ошибок. И, безусловно, эти ошибки мы видим уже сейчас. Но знаете, что самое главное? Видна слабость Владимира Путина. Об этом пишет из этот канал Акснис. За месяц ожесточенных боев российские войска оказались неспособными нанести поражение вторгшимся на территорию России украинским войскам и освободить оккупированную ими территорию. Российская группировка может только активно обороняться. Этот трагический итог месячных боев на территории Курской области заставляет задуматься о боеспособности российской армии в целом. А ведь еще два года назад верховный главнокомандующий заявлял, что российская армия самая мощная армия в мире, пишет Z-канал. И это общее ощущение. Невозможность защитить свою территорию, когда вы нападающая страна, это слабость. И пока у Владимира Путина есть оправдание. Смотрите, мы идем захватывать Покровск. Но последние несколько дней российские войска уже не захватывают Покровск. А если моя гипотеза о том, что российские резервы, если не на нуле, то близки к этим значениям, и что уже к исходу сентября мы увидим, что у России нет возможности наступать, она может стоять только в обороне, то ситуация станет еще хуже. А когда Владимир Путин увидит, что Дональд Трамп не победил, а с треском проиграл на американских выборах, окажется, что Владимир Путин оказался в следующей ситуации. Он не контролирует часть российской территории. Я не говорю Курскую область, потому что черт его знает, какое количество российской территории он будет не контролировать к ноябрю. У него нет резервов для наступления. Он не захватил Покровск и не добился никаких стратегических задач, которыми можно было бы оправдать потери российской территории. И что ему делать в таком случае? Вариантов не так много. Первый, выводить войска с территории Украины. Пойдет ли он на это? Да, конечно, нет. Потому что вывод российских войск с территории Украины будут означать его, Владимира Путина, поражение. Даже если ему удастся сохранить власть на какое-то время после такого поражения, явно это будет не очень надолго. Тем более, что у России просто не будет физической возможности восстановить экономическое благополучие и закидать людей деньгами. Второй вариант это мобилизация. То есть, снова призыв людей, что будет катастрофой для экономики, 100%, что будет потенциальной катастрофой с политической точки зрения, и что будет плюсом, безусловно, к военной стратегии. Потому что какое-то количество людей, которые пополнят фронт, необходимо российской армии. Проблема только в том, что их еще и вооружать чем-то надо. А у Владимира Путина с этим тоже гигантские проблемы. И вот из всех этих вещей складывается очень понятная модель. Владимир Путин смеется над Курской областью и говорит, что да мы там всех уже, считай, победили. Но людям из Курской области не смешно. Более того, остальные люди за этим наблюдают, как в России, так и за ее пределами. За этим наблюдают украинцы, которые начинают понимать, что Владимир Путин просто ничем не отвечает на захват Курской области. А значит, Украина действительно может идти вперед, побеждать и делать так, чтобы Владимир Путин заткнулся. За этим наблюдают на Западе и мониторят реакцию Владимира Путина. Не пустит ли он ядерную ракету, не сделает ли он что-нибудь эдакое, что поставит Запад под угрозу? И они видят, что нет. Что Владимир Путин говорит, нормально, мне не нужна Курская область, с ней, вообще наплевать. И для них это хорошая новость. Это значит, они могут спокойно разрешать наносить дальнобойные удары по России. Это значит, они могут планировать и дальше операции внутри России. Самое поразительное, что история России это самосбывающееся пророчество. Владимир Путин так долго рассказывал, что Россию хотят захватить, что в Россию хотят прийти иностранные армии и разрушить ее, что это начало сбываться. Но не потому, что так было задумано, он буквально вынуждает Украину это делать. Он буквально напал на территорию Украины для того, чтобы ее уничтожить. И теперь Украине приходится залезать на российскую территорию, чтобы снижать наступательный потенциал российской страны и принуждать Россию к миру. То есть Владимир Путин воплощает в жизнь все те страхи, которые у него были в голове, которые он продавал населению. Буквально как царь Эдив, который сам приблизил то, что ему было предсказано из-за того, что страшно этого боялся. Поэтому я думаю, что будут реализованы и другие страхи Владимира Путина. Что та система, которую он построил, развалится. что он и его окружение будет, если не повешено на столбах, то хотя бы заковано в наручники и отправлено гнить в тюрьму. Я думаю, что если мы уже увидели реализацию того, чего боялся Владимир Путин, то нет ни одной причины считать, что мы не увидим воплощения и других его страхов. А все мы их хорошо помним. И его страхи, и страхи его окружения, страхи Маргариты Симоньян. Помните, первые свободные выборы в России, говорит Симоньян, и они нас всех на столбах повесят. В 2024 году, конечно, задаешься вопросом, а будут ли минусы. А с вами был Майкл Наки. Поддерживайте канал вашим лайком, комментарием, подпиской. Подписки помогают очень сильно расширять видео, то есть его охваты. Ну а также, если у вас есть проблемы с подключением к интернету, и вам нужен надежный, быстрый, безопасный VPN сервис, то мой VPN, NVPN, за который я отвечаю перед вами головой, к вашим услугам, ссылки на него будут в описании. До скорых встреч, всего доброго, пока. Субтитры сделал DimaTorzok